Сегодня мы с вами продолжим изучение Шури Муханим, готовые уроки по книге Шмуэля. Урок посвящается для спасения всех заложников и излечения всех раненых на Святой Земле. И мы дошли до шестой главы. Здесь, между прочим, это автора к главе Шмини. И позже автор тоже свяжет это с историей, которую мы читаем в главе Шмини. История этой главы очень сложная, как автор говорит, тут много не непонятного, но связана она и похожая в чем-то на том, что произошло при инаугурации храма в пустыне, когда погибли два сына Аарона, Надав и Авигу. Мы еще об этом поговорим. Итак, с чего начинается наша глава? Давид уже выиграл войну с филистимлянами и завоевал Иерусалим. И теперь оставалось, как автор позже напишет, как приготовление к построению храма, Давид занялся тем, что решил перенести Святой Ковчег в Иерусалим. Святой Ковчег это тот самый, который еще был во время Моше. Святая, да, это та же самая коробка из дерева, покрытое золотом, которая сначала была в храме в городе Шило, и позже его украли филистимляне, и потом они его вернули. И вот теперь Давид хотел его перевести в Иерусалим. Это был первый шаг, так сказать, к построению храма. Позже, конечно, этот ковчег стоял в самом храме, в Святом Храме. Кстати, интересно, что во время уже второго храма у них не было этого ковчега. Святая Святых во время второго храма была пустой. Ковчег где-то был спрятан или, возможно, попал в Бавилонию. Но во время первого храма в самом святом месте, Святая Святых, находился вот этот ковчег. Итак, в чем именно была ошибка Давида? Здесь рассказывается история, похожая на то, что произошло с детьми Аарона, а именно тоже погибает человек, когда перевозили этот святой ковчег. Что именно Давид здесь сделал не так? Ну, один из учеников говорит, что Давид ошибся в том, что даже дети знают. Это привозит здесь Раши от имени Талмуда. Что дословно Талмуд говорит, что Давид когда-то назвал Тору Всевышнего «змирот», так сказать, песнями. «Змирот» хаюли хукеха, как-то так, в одном из стихов псалмов. Так как будто Всевышний ответил, ага, ты называешь мою Тору «змирот», я тебе еще покажу, ты ошибешься в том, что даже дети знают. А именно, что в Торе написано про святой ковчег? Что его носят на плечах. Да, было одно из колен Левии, дети Кихота, родственники Муше, между прочим. Было три сына у Левии. И вот Кихот, ему были даны самые святые части храма. Мы все это читали в Торе, каждый год читаем, да, в книге Бамидбар в основном, что им даже телеги не были даны, потому что все самые святые предметы переносились только на плечах, в том числе ковчег. Так вот, хочет сказать Талмуд, что Давид ошибся в речи, которые знает даже ребенок. Что ковчег нужно сидеть на плечах, а он его на телеге повез. И это привело в результате к смерти человека. Как мы увидим, это не совсем все просто, причем здесь человек, который, Уза, некий Уза, который в результате погиб, мы увидим, что там произошло, что на самом деле Уза тоже оплошал. Но, по крайней мере, первая ошибка была у Давида, согласно Хазаль, что он повез ковчег на телеге, ну, из-за того, чтобы нести на плечах, чтобы левиты несли его на плечах. Так на это говорит учитель, что на самом деле это не такая уж простая вещь. Да, детям можно объяснить этот закон, но это совсем не очевидно в Торе, что действительно Арон всегда нужно носить только на плечах. В конце концов, детики Гота не только Арон носили на плечах, они все носили на плечах. Минору, скажем, стол, все остальное, там, все, что было из самых святых предметов храма, все это носили только на плечах. Так тогда, казалось бы, это закон не на все поколения, это закон только тогда носился в пустыне. Почему мы думаем, что Арон будет более строгий закон, чем по отношению к другим предметам храма? На самом деле, все не так уж и очевидно. Кстати, я видел такое объяснение у Вилинского Гаона, что Давид, наоборот, рассматривал поколение пустыни как очень святое, что тогда левиты, которые когда-то присутствовали при даровании Торы, были святые люди, они вот могли иметь заслуги, чтобы носить Сарона на своих собственных плечах. А мы уже не на таком уровне, знаете, сегодня мы часто слышим, мы не на таком уровне, как в предыдущем поколении. Так вот, согласно Вилинскому Гаону, Давид примерно так рассуждал. С времен Моше до Давида прошло летом, может быть, 300, немножко больше, 400. Ну, во всяком случае, он, возможно, рассуждал, что мы уже не на таком уровне, чтобы носить Арон на плечах. В нашем поколении нет таких святых левитов, поэтому лучше взять новую телегу, и этим мы уважим Святой Ковчег, что он будет ехать на телеге, его никто трогать не будет руками. И говорит автор, что в результате ошибка Давида была связана с тем, что люди вообще... Нет, это же не только Давид сам решил, это было решение всех коэнов там, и левитов, и тех, кто, да, всех старейшин, которые участвовали в этом переносе Святого Ковчега, что это все связано с тем, что недостаточно изучали Тору. Ведь и сегодня знания Котшим, так сказать, законов, связанных с приношениями храма, очень малы, мало кто в этих вещах хорошо разбирается. У нас есть Талмуд Бавилонский к трактатам Котшим, Ресалинского Талмуда нету, но Бавилонский есть. Но те, кто знают эти трактаты хорошо, таких немного. В те времена, казалось бы, они должны были больше знать эти законы, потому что к ним это относилось напрямую, но, с другой стороны, в те времена не был записан Талмуд, это все было устное. Поэтому эти законы знали далеко не все, и они, многие были неуверенности, и вместо того, чтобы Давид думал, что они достаточно хорошо знают, и разбираются правильно, и было решение принято. Но если бы они как следует изучали, считает автор, то эта ошибка бы не произошла. Так спрашивает ученик, что вроде наказание же было у Узы, погиб-то Уза, некий человек, который главный был участник переноса этого святого ковчега. Говорится, что он схватился за ковчег, судя по всему, потому что дрогнул он, когда повозка там, на которой везли этот ковчег, видимо, стала шататься, или как-то неровно пошла, то он его подхватил, чтобы тот не упал. И за это получил такое наказание. Причем здесь вроде грех Давида, а наказание Узы. И автор отвечает, что да, это два греха на самом деле было. Есть как бы первая причина и вторая, или поводная причина. В общем, началось с того, что ошибка была в том, что они недостаточно изучали тур. И это на самом деле имело следствие не только здесь, и в других вещах тоже, которые понадобится делать в храме. В результате, если бы, говорит, не это бы произошло, что-то другое бы произошло. В храме очень много есть законов, где если что-то делаешь не так, получаешь карет, духовное сечение. А то я уже о тебе говорю, это не в данной книге. Перед тем, как будет построен храм, и нужно будет постоянно служить, нужно знать эти законы как следует. Между прочим, сегодня, когда я делаю этот урок, это 24 число Кислева, как раз за день до Хануки. И есть отрывок в книге Хагай, как раз, который был дан пророку в этот день. Так и говорится, что в 24 числа 9 месяца. Пенешхай советует изучать этот отрывок именно перед Ханукой. Так там вот как раз говорится про то, что потом фактически подсказывается то, что потом произойдет. То есть там тоже он коэнов тестирует, проверяет, насколько они хорошо знают законы, чтобы они могли во время второго храма, Хагай жил в начале периода второго храма, да, и вот перед тем, как мы построим второго храма, он проверяет в том числе коэнов и следит, чтобы они знали законы как следует, иначе они не смогут просто правильно служить в храме. Есть много законов, Котшимы, также Тогород, самые сложные части законов, которые связаны с ритуальной чистотой и с правильным приношением храмовых. Интересно, что это произошло в день до Хануки, в смысле много лет до Хануки, но в день календаря, который был как раз за день до начала Хануки. Вечером мы зажигаем первую свечку, как раз получается, в это время уже было подсказано пророку про коэнов тоже, чудо Хануки же было тоже, инаугурация храма, и тоже коэны участвовали в основном. Да, все чудо Хануки руками коэнов. И, соответственно, тоже подсказка там, что Всевышний скоро спасет ей свой народ. Получается, что многие из стихов этого отрывка Хага, и в конце книги Хага, они прямо прямое отношение имеют к событиям, которые произойдут через много лет, в ночь 24-25 в Хануку. Итак, коэнов нужно было проверить как следует, и вообще эти законы нужно было как следует изучать. И если бы они не ошиблись, то мы ошиблись бы в чем-то другом. Но также ошибка была и конкретно этого Узы, который недостаточно уважительно отнесся к святому Ковчегу. Да, он, видимо, считал, что Ковчегу нужна помощь, чтобы он не упал. Да, и этим он как бы сквернил святость Ковчега, схватив его. Нас даже свиток Туры руками не хватают. Только через что-то обычно. А тут он схватил Ковчег, видимо, даже не за те палки, вставленные в Ковчег, на которые обычно носят, а, видимо, сам Ковчег он схватил, и за это воплотился жизнью. Но Всевышний очень сильно наказывает праведников. Это, в принципе, был праведный человек, но это была ошибка. Но в такой святой день это очень напоминает действительно историю с Надавом и Авигу, которые тоже совершили маленькую ошибку, и вот как автор говорит, про кого вы? Да, вспомните такую историю. Как я сказал, это и есть хавторок в данной главе, Шмини. Они сразу вспоминают Надав и Авигу, что про них сказано. Что я через моих близких освящусь, говорит Всевышний, да, тем, что я так наказал таких близких ко мне людей, таких праведников, что я не был, так сказать, придя, не судил их слишком мягко, потому что они ко мне близки. А наоборот, праведники, те, кто близки ко Всевышнему, их Всевышний судит особенно строго. Поэтому говорится, что через него освящается имя Всевышнего. То, что Уза, например, попытался схватить ковчег и в результате погиб, это в каком-то смысле он стал как жертва, но весь еврейский народ опомнился и уже был очень осторожен, как мы дальше прочтем. Очень боялся теперь что-то сделать не так и гораздо более уважительно относился к ковчегу. Заметим, что есть еще одно мнение, которое автор тоже приводит вскользь, не вдаваясь в детали, но в том числе есть мнение, что Уза не просто схватил ковчег, он еще, понимаете ли, перед ним в туалет сходил. Наверное, не специально, но имеется в виду, что когда ему приспичило, он не отошел подальше, а прямо там пописал, наверное, или даже по-большому, я не знаю. И это тоже очень неуважительно, конечно, есть очень много законов еврейских, связанных с тем, что в каких случаях нельзя перед свитком Торы или перед Тфилином и тому подобное. Очень много разных законов насчет оголять себя, законы скромности подобной. У нас же вообще очень много подобных законов, вот я как раз сейчас перевожу на другой серию уроков, Роша, к трактату Брахот, и большинство уроков не дублируется на Ютьюбе, но часть дублируется на Ютьюбе тоже. Так вот, там очень много законов, связанных именно с тем, когда человек, например, около туалета не может говорить брохи, и наоборот, да, если человек желтый открытый, если он не полностью одет, все подобное. Очень много подобных законов. Я знаю, что не у всех наций так. Когда-то, когда я ходил в школу, я в Америке ходил в обычную школу с Тайвисом, у нас был в классе ученик мусульманин, тогда было очень мало мусульмана в Америке, он был единственный, кажется. Так ему нужно молиться пять раз в день. А где ему молиться в школе? Ходить каждый раз в мечеть сложно, а так он ходил в туалет. Так ему удобно, никто не мешает, закрывается и молится. По еврейскому закону это очень строго запрещено. Там даже думать о той нельзя в туалете, а тем более, чтобы пришло в голову какие-то брохи делать или молиться о свешалом. Поэтому у нас эти законы очень строгие. И то, что пришло в голову Узе сходить в туалет недалеко от Орона, это, видимо, уже было последней каплей, и Всевышний его вот так вот наказал. Ну, в любом случае, этот человек был праведный, и, как говорит Талмуд, что он перед Всевышним, так сказать, он со Всевышним, то есть он после смерти получил хорошую часть будущего мира, и не то, что он из грешников, которых нету части будущего мира, ха-су-шал. Он праведный человек, но который ошибся и стал, как говорится, карбан своего рода, стал некой жертвой во всей этой истории. Так в результате спрашивает учитель учеников, как бы вы все-таки назвали наш урок до сих пор, да, это первая часть урока по шестой главе. И они там предлагают разные идеи, а учитель, кстати, пишет на доске, что, к чему приводит недостаток, да, так сказать, то, из-за чего произошлись эти события, из-за того, что недостаток был в изучении Торы. Самый большой здесь грех был в том, что они просто недостаточно изучали и разбирались с Торой, с теми редкими законами, которые теперь будут относиться, и поэтому привели к этой ошибке. Окей, следующий шиур. Приготовление к строительству храма. Значит, мы до сих пор обсуждали, как умер Уза, а Давид очень расстроился, конечно. А что до этого Давид сделал? Ну, говорят, ученики, он завоевал Иерусалим, Хирам, да, царь Цора, Тира Ливанского, послал ему древесину для его дома, как мы видим позже, и для храма тоже. Царь, царь Хирам будет посылать материалы и работников. Все правильно, говорит учитель. А, значит, тогда уже он решил перевести Святой Ковчег в Иерусалим. Зачем? Ученик говорит, чтобы построить храм. Правильно, говорит учитель. Я тоже считаю, что именно вот в этом была основная причина. Мы позже увидим, что Всевышний не даст Давиду построить храм и скажет, что твой сын его построит. Но пока что Давид готовился, в принципе, построить храм уже в свое время. Было известно, что евреи, когда зайдут в землю Израиля, в какой-то момент должны сделать определенные митвы, в том числе построить храм. Это в какой-то момент произойдет, после того, как у них уже будет царь. И Давид чувствовал, что пришло время. Более того, согласно Хазали, Шмуэль уже передал Давиду точные детали построения храма. Это же все было основано на духовных вещах, так же, как когда строился переносной храм в пустыне. Там Моше был главным, и потом под ним были, в том числе, один из очень праведных и мистиков, наверное, Бецалель Бен-Ур и Бен-Хур из поколена Игуда. Вот этот Бецалель, да, его даже имя в тени Всевышнего, так сказать. Он, говорят, что был мистикой, знал, так сказать, правильные вещи, которые ему Моше передал, в том числе, как правильно строить храм. Это все, в Торе же все описано именно с деталями, Всевышний дал детали, как построить храм. Так вот теперь, после того, как произошла эта трагедия, Давид, получается, уже не может даже Арон перенести в Иерусалиме, говоря уж о том, что до храма уже точно теперь не дойдут руки. И Давиду пришлось остановиться прямо там, и Давиду ввел Арон в ближайшее место. У какого-то человека был какой-то о вид дом, который после этого обслуживал Арон в течение определенного времени. И только потом, через какое-то время, как говорит автор за это время, Давид следил за тем, чтобы люди изучали, как следуют все эти законы. Он коины все это время готовили, селевиты. Потом уже, через какое-то время, Давид решил попробовать еще раз перенести Арон, но уже совсем по-другому. Гораздо более осторожно. Знаете, есть такой стих, который Хаза всегда использует. Гилу берада. Да, веселитесь, но в страхе, так сказать, в трепете. То есть, это должно быть веселый день, но одновременно трепетный день. В чем-то, как Роша Шана и Йом Кипур, это дни, с одной стороны, грозные, но, с другой стороны, они праздники. Они для нас и веселые дни в каком-то смысле, но веселье такое, вот, веселье в трепете перед Всевышним, как-то так. Так вот, в отличие от предыдущего переноса Аарона, теперь уже ковчег несли в трепете. И автор пытается сравнить те стихи, которые сказаны в нашей главе по отношению к тому, как первый раз несли Арон, и как второй раз несли, и какие различия. И в том числе, вот он подчеркивает, что в основном в этот момент уже трубили в шофар. Знаете, вот у сефардин до сих пор обычай, что они в Хошана Раба трубят шофар во время слиход вечером. Ну и, конечно, все мы трубим шофар в Роша Шану. И также после Емки Пура, да, шофар всегда напоминает нам, как бы, именно вот, концепцию Гилу Берада. Веселитесь перед Всевышним, но в трепете, да, что шофар, его основная цель именно трепет. В отличие от всяких обычных музыкальных инструментов, которые во время первого переноса ковчега использовались, и там в основном было просто веселье. При первом переносе упомянуты целый ряд разных инструментов. Правда, он говорит, что в Дивер-Аяме упомянутые инструменты во время второго переноса тоже. Но он говорит, что их было немного, и основной все-таки был шофар. Ну и, конечно, во время второго переноса они все время приносили приношение Всевышнему на каждые несколько шагов. В общем, делали все очень осторожно, и тогда им удалось принести. А Давид в это время очень прессал и очень веселился перед Всевышним. И вот эта тема последней части здесь урока, а именно Михал, дочь Шауля. Говорится, что в отличие от Давида, который так веселился и радовался, Михал считает это неуважительным, что царь, понимаете, прыгает как какой-то простак. Так, пятки его видны, да, и одежда немножко приподнимается, это все нескромно. И она с сарказмом ему сказала, с горечью, что да, хорошо сегодня царь Давид повел себя перед всякими служанками, опозорился таким образом. На что Давид я ответил, что в отличие от дома твоего отца, который Всевышний бросил, он меня выбрал. И я считаю это наоборот. Так я служу Всевышнему в радости. И говорится в конце, что больше у Михал не было детей. Вердиспу точно были ли у Михал какие-то другие дети. Иосиф Лави приводит, что у него были дети, на самом деле, от Палти-бен-Лаиша. Но, по мнению Хазали, она никогда не имела отношений с Палти-бен-Лаишем, как мы еще сейчас поговорим. Есть мнение, что она умерла таки при родах, и один ребенок у нее потом родился. Как бы там ни было, автор пытается с учениками обсудить эту последнюю тему, это третья тема нашего урока. Она сказала, скажите, говорит, через что прошла Михал? Мы знаем, что у нее жизнь была очень непростой. Сначала, когда она вышла замуж за Давидой, когда ее отец стал преследовать Давида, то он ее обвинил в помощи, так сказать, предателю. Она сказала, что Давид ей пригрозил. Помните, мы все это изучали. Получилось, что она как бы ненароком подставила Давида. Потом ее отец объявил, что она вообще не была замужем за Давидом, что она была только его наложницей, и поэтому никакой развод не нужен. И в отсутствие Давида он отдал ее Палти-бен-Лаишу. Но автор говорит, что она все равно осталась лояльна Давиду и не хотела иметь отношения с Палти, и Палти уважил ее мнение. Я не знаю, в чем источник его слов. То есть Хазаль без сомнения говорит, что Палти не имел с ней отношения, но простой смысл, мне кажется, Хазаль, что он сам это решил, не только потому, что она не хотела, они оба, видимо, этого не хотели. И, во всяком случае, Палти это выбрал, потому что, видимо, боялся, что вдруг Давид все-таки был женат на Михал, и Михал теперь чужая жена. Но слушаться царя он не мог, поэтому он взял ее с женой. Но все было фиктивно, он с ней не жил как муж и жена. Вот. Но автор почему-то считает, что это было решение в основном Михал, и Палти уважил это решение. А теперь, когда, наконец, она, да, у нее погибли вся ее семья, фактически, да, ее отец, ее братья на войне, а потом последний брат, который был царем, Ижбошит, был убит своими придворными, как мы уже читали. И теперь она осталась абсолютно одна. Но зато ее взял назад Давид, да, еще при жизни ее последнего брата, как мы читали, Давид взял ее назад. Но у нее, наверное, жизнь была очень горькой, и если бы она, говорит, была сильнее, может, она бы выдержала, но она не выдержала и сказала Давиду все, что она думает. Ведь Шауль и его дом, они были очень скромные. Помните, когда-то он в пещеру глубоко зашел, чтобы сходить в туалет, и там Давид мог его прибить. Это поведение Шауля, которое мы случайным образом прочитываем, но это, в принципе, типично для него. Хазай говорит, что он был невероятно скромный человек. Никто никогда не видел ни его пяток, он очень был скромный. А тут Давид, понимаете, пляшет перед всеми. Для Михаила это был большой позор, что Давид себя так ведет. Давид и ответил, что ради Всевышнего я таким образом ему служу в радости. Это твоя семья, наоборот, слишком беспокоился в своем собственном уважении, понимаете, такие чопранные, дом Шауля. А я простой человек, я вот так пляшу перед Всевышним. Для меня это не позор перед служанками. Автор говорит, что сегодня есть разные люди среди мудрецов Торы. Одни, например, никогда не будут, даже вот Симха Тора, они особенно не пляшут, они просто ходят вокруг там со свитком Торы. Это я уже добавляю детали, но идея понятна, что есть люди, которые практически никогда, так сказать, таким образом служить не будут. Они очень серьезные люди, очень чопранные такие, аккуратненькие. А есть, которые прямо-таки веселятся и прыгают. Среди хасидов это особенно популярно. Давид был из таких, и он считал, что это вид службы Всевышнего. А то, что она его так не поняла и так обидно ему сказала, в результате было наказано, что у нее не было детей. То есть Всевышний, получается, взял в сторону Давида. Хотя и у нее были оправдания, мы не можем судить, мы можем вполне понять ее рассуждения. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Урок посвящался для безопасности и спасения заложников на Святой Земле, и чтобы Всевышний послал извлечения всем раненым, солдатам, гражданским. И чтобы смогли те, кто уже спасены из заложников, смогли снова вернуться к нормальной жизни после этих групповых насилий, этих жутких издевок и то, через что они прошли какой-то ад. Это не так просто им будет вернуться к нормальной жизни после всего. Видеофотографию мальчика, который глаз потерял во время 7 октября, пытается вернуться к нормальной жизни, снова ездить на велосипеде. Часто мы слышим одно и то же обвинение, что, но ведь и палестинцы, так называемые, в Газе тоже самое могут показать своих детей, которые погибли, своих детей, которые ранены. Это абсолютно правда. Их тоже точно так же жалко. Конечно, детей жалко везде. Но вопрос, что Израиль может сделать, чтобы уничтожить нацистов Хамаса. Единственный способ это их выиграть эту войну. А они используют своих же жителей, как говорится, human shields, как прикрытия, закрываются своими же жителями. И по-другому у Израиля невозможно. Они-то убивают специально именно детей, женщин, мучают. А израильская армия делает то, что возможно, чтобы спасти, но ни одной войны не существует, где не было бы никаких жертв среди мирного населения. Более того, в Газе это вообще невозможно, еще хуже, чем в других войнах, потому что даже нацисты не прикрывались немцами, чтобы спастись как можно больше своих, допустим, солдат Верхмата ценой жизни обычных немцев. Даже фашисты так не делали, даже нацисты так не делали. Это особое зло Хамаса, что они делают зло и своим людям, и уж тем более тем, кого они считают врагами. А врагами они считают всех изоляционных, включая арабов, мусульман. Это совершенно неважно. Немало из них погибло тоже 7 октября. Поэтому когда эти полезные идиоты, как говорится, на телевидении и в СМИ постоянно задают тот же вопрос, что обе стороны виноваты. Обе стороны могут показывать кучу жертв несчастных. Да, это верно, но и тут вина Хамаса. Обе стороны могут показать множество жертв, но вина в обоих случаях и жертв жителей Газы, и жертв на земле Израиля, и тех и других, вина исключительно вина Хамаса. Израиль делает все, чтобы спасти как можно больше мирного населения, но всех не спасешь. И так же, как во время войны с нацистами, и так же, как во время войны с ИГИЛом, пришлось уничтожить огромное количество невинных людей из-за того, чтобы уничтожить ИГИЛ. В одном таком Масуле, когда брали Масул, говорят, было до 10-11 тысяч мирных жертв. А там было гораздо проще, чем в Газе. И на этом я на сегодня закончил. И я надеюсь, начинается вот-вот Ханука, чтобы Всевышний послал полное спасение и очистил мир от злодеев, выродков Хамаса. Субтитры создавал DimaTorzok